всем привет ребят с вами как всегда Максонечка вам возможно понадобится сегодня полотенце потому что сегодня у нас краткий выбор будем выбирать между ногами пресса и чем же еще спина у нас была получается остаются ноги пресс руки и так опять же если вы хотите проголосовать поднимайте ручку говорю сколько вам лет и что вы выбираете руки руки понятно просто полтора балла Виктория еще раз скажите извините я не Виктория Марина просто маму мне 10 лет я не понимаю ну смотри какую тренировку хочешь есть выбор руки ноги и пресс давайте пресс может быть что-нибудь что время у нас поджимает так что давайте закончим администратора можете выбрать какая сегодня будет тренировка допустим пресс хорошо а можно не пресс а то в прошлый раз по моему выбрать прошлый раз была спина да давай спина мы не делали одна тренировочка не была ну что ж ну давайте начнем прежде всего у нас разминка надеюсь что меня хорошо слышу мы опускаемся и тянемся опять же задачи разминки мы немножечко растягиваем наша задача не растянуться полностью и разы на каждую сторону и так же мы делаем с ногами опять же если у вас проблемы с балансом может держаться и 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 слушай смотрите вот это первый вид плавки да обычно так мы отжимаемся а это второй вид плавки а тут вид плавки легче а мы берем и переступаем с одного вид плавки на другой И начнем основную тренировку. Пока что сделаю настройки. Всего, говоря, отдых полторы минуты, так что я не буду вас как-то сегодня спрашивать. Сразу сделаю полторы минуты. Так, опять же, если вам будет трудно делать упражнение, верно, то отдохните. Так, я сейчас немножечко от вас уйду на секундочку, и мы продолжим. Так, прием, прием. Опять же, я хорошо поставила, сразу все получилось. Итак, давайте начнем. Первое упражнение – это поднимаем ноги. Желательно прямой, конечно, но это моя стяжка. Мы поднимаем ноги за счет пресса. Опять же, мы работаем на качество. Потому что моя тренировка, она по времени. То есть, я не выполняю тут какого-то количества раз, я выполняю какое-то количество времени. Следующее упражнение. Упражнение на нижней прессе. Руки на ягодицы. Мы опускаем и поднимаем прямые ноги. Опять же, если вам трудно делать это упражнение, вы можете опустить голову на пол. Следующее упражнение. То же самое, только теперь мы поднимаем согнутые ноги. Согнутые. Мы поднимали прямые, сейчас мы поднимаем согнутые. Не вот такие вот мы поднимаем ноги, а мы поднимаем ноги с прямым углом. Поднимаем. 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 Следующее упражнение. Прыгнем. Наша задача. Мы не вот так вот прыгнем, не вот так. И не вот так прыгнем. Мы стараемся ягодицу опустить как можно ниже вот в этом деле. И тогда вы почувствуете пресс. Прыгнем. Ножницы. Мы ложимся. Поднимаем голову. Руки у нас пол ягодицами. И мы делаем ножницы. Опять же, я ноги не опускаю на пол. Если вам легко делать данное упражнение, вы можете убрать руки из-под ягодицы. Если вам трудно делать данное упражнение, вы можете обмешать голову на пол. Упражнение на косы и мышцы пресса. Мы ложимся. Руки у нас. Ноги у нас тут согнуты. Одна и вторая. Это рука за голову. Эта рука прямо. Мы выполняем упражнение. Первый левел. Самый простой. Мы выполняем вот так. Второй левел. Мы выполняем вот до сюда. То есть мы уже поднимаем туловище. Но обратите внимание на этот локус. Все. Пока что не готово. На третьем левеле, самым трудным, ноготь уже оттонут. И вот мы выполняем на другую сторону. Опять же, если вы знаете упражнение, о котором я говорю, то лучше всего его делать. А сейчас у нас, смотрите, скручиваю. Вот так вам покажу. Я ложусь как можно ниже, но я не касаюсь пола. И скручиваюсь вот в этом положении. Чем ниже я скручиваюсь, тем мне труднее и тем лучше. Как я буду езжать? Велосипед. Так. 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 Смотрите. Я касаюсь локтем колена. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Так. Отдыхаем и растягиваемся. Мы садимся в кошку. Вот так. Можно позву младенца. Вот так пока. И растягивать наш фресс. В кошке опять же говорю. Мы ноги на пол не опускаем. У меня на полу только пятки. И наша задача, чтобы тазовые кости были как можно ближе к рукам. Вот так вот мы растягиваемся. У меня угол в 90 градусов. Я беру и тянусь руками к своим пяткам. Я за них не цепляюсь опять же. Я голову, я плечами только не дрыгаю. Я делаю вот так. Опять же, если вам не понятно, как делать данное упражнение, то спрашивайте или смотрите на меня. Это тренировки бомбы. Ну, это же бомба. Так опять же, хотелось бы, чтобы звук включали только когда вы хотите что-то спросить. Когда вы делаете тренировку, когда вы опушитесь, лучше выключить звук. Сейчас у нас простые отзимания. Это неоживание, а пресс. Который, мне кажется, делали каждый третий класс. Дальше упражнение. Мы берем руки и тянемся к нашим ножкам. Мы поднимаем плечи, голову мы не опускаем. Тянемся ручками, как мы сдам наших ног. Плечи, я поняла, они у меня тоже тянутся. Плечи, это тоже часть рук. Даже вот эта вот лопатка, это тоже часть руки. Смотри, следующий правильник. Я беру, касаюсь ручками пола, ложусь, подносим и касаюсь ручками ножа. Да я так не могу. Давай, тебе нужно. Мам, это очень быстро можно. Мам, у меня есть свои способы? Я так понимаю, под именем Вера Алексеевна вовсе не Вера Алексеевна. Да? Мальчик, как тебя там зовут? Я? Назар. Ты? Назар. Хорошо. Вера Алексеевна, твоя мать? Да. Опять же, тренировка начинается, так что Назара может у вас выключить звук. Окей. Если у тебя нету никаких вопросов. Да. Если у тебя есть вопросы, как выключить звук, обратите к Вере Алексеевне. Ок. Так, прежде всего, это у нас велосипед. У меня ручки под ягодицей, и я вот дрыгаю ножками. Ножки у меня прямые, и вот такие вот согнутые, как делают многие. Голова у меня может быть на полу или поднята. Если она у вас поднята, то подбородок должен быть у груди. Так, следующее упражнение мы берем, делаем те же самые ножницы, только мы еще поднимаемся до 90 градусов и поднимаем наши ноги. Гибрид такой получается. Сразу трех упражнений. Вот этого. Вот этого. И вот этого. Гибрид такой. Так, следующее упражнение. Поднимаем ноги. Поднимаем ноги. Мы поднимаемся вот так. Хопа. Заметьте, вот в этой, вот в этом положении у меня ноги прямые. А вот тут я их уже поднимаю согнутыми. Не вот такими вот согнутыми, а согнутыми на 90 градусов. Надеюсь, что у меня хорошо. Понятно? Заметьте, тут у меня ладошки, не кулачки там, не что-то еще. Следующее упражнение. Руки оставлю вот сюда вот. Ноги у меня на весу, как и моя спина. Держусь я об пол только ягодицей и руками. И выполняю данное упражнение. Пять же. Если вам трудно делать данное упражнение, вы можете делать его медленнее. Вот тут задерживаться, тут меньше всего напряжения. Закончили следующее упражнение в велосипед. Все это не велосипед, а ножницы. Руки опять же у меня под ягодицей. Ноги прямые, мне не опускаться на пол. Голова может быть на полу или приподнята. Опять же ноги прямые, не вот такие вот болтаться, а не прямые. Следующее упражнение трудное в объяснении. Вот мы ставим ножки вот так вот, это нога согнутая, это нога согнутая. Ставим эту руку вперед, эту руку за головой. И выполняю данное упражнение. Упражнение направлено на укрепление вот этой косой мышцы пресс. Опять же, это самая упрощенная версия, которую я делаю. Посложнее вот эта, а еще сложнее вот эта версия. Посмотрите на мою руку. Если перевернуть-ка, вот эта рука действует себя при разных головах сложности данного упражнения. Опять же, желательно не есть и не пить за часа полтора перед тренировкой. Сейчас у нас упражнение вот такое вот. Вот так вот мы делаем вот такую позу. Рука у меня под плечом. Я делаю взгляд вниз, взгляд вверх. Взгляд вниз, взгляд вверх. Хоп. Заметьте, обратите внимание вот на эту руку. Взгляд вниз, взгляд вверх. Опять же, рука вот эта у меня не вот тут, не вот тут. Я сам лежу. Я держусь вот такой позе. У меня ноги припор, у меня ноги держатся. Руки лучше. И так же мы делаем на другую сторону. Я не думаю. Я не думаю. Я не думаю. Я не думаю. Взгляд вверх. Надо еще прозвенело. Мы ложимся, ноги у нас приподняты. Мы делаем кружочек. Кружочек. Прямыми ногами. Не вот такими мы описываем круг, а прямыми ногами делаем круг в одну и ту же сторону. Голова может быть на полу или приподнята. Если вам приходило данный упражнение, вы можете поднять руки, оторвать руки из при ягодицы. Таким образом упражнение велосипеда. Показываю. Вот первое положение, второе положение, первое положение, второе положение. Чем ниже здесь нога, тем лучше. Закончили. Дальше упражнение. Мы ложимся так, как звездочка, поднимая вот так вот руки и ноги. Оказывается, если вам легко делать данный упражнение, вы можете оторвать конечность и выполнять данное упражнение с оторванными количествами. Голова может быть на полу или приподнята. Закончили. Это мы можем делать. Вот у нас ноги в прямом угле. Тут тоже в прямом угле. Я берусь и тянусь руками до пяточек. Опять же, я ноги вот так вот не прижимаю. Я не цепляюсь руками. Я не просто двигаю плечами. Вы должны чувствовать напрягание в прессе. Закончили. Следующее упражнение. Мы делали вот это упражнение, да? А сейчас мы берем и делаем его немножечко. Все вы поймете, что я поднимаюсь, но я поднимаюсь ненадолго. И я поднимаюсь невысоко. Понимаете, я поднимаюсь вот так. Раз, два, три, четыре и так далее. Дальше упражнение. Одно из самых трудных. Руки у меня здесь. И ноги у меня под это встать. Опять же, чем ниже вы делаете ноги, тем лучше, опять же, мы ноги не делаем его здесь. Ни в коем случае нету. Так вы вообще не почувствуете напряжение. Мы держим их встать, и ноги у нас как можно меньше. Я вот так вот не опущен. Я пригодят. Меня держат мои собственные локти. Ну так, второй лаву тренировки сделан. Опять же, вы можете, пока отдыхаете, выпить водички, если чего-нибудь сделать. Просто потрясить, побить свой пресс, кто хочет его расслабить. А если я пойду... Мой доченький семьющик. У нас скоро знаменитость. Кстати, для девочек. Я помню, в детстве девочки хотели себе ребеночка такого, чтобы его убаюкивать и так далее. Вот, код для этого подойдет. На себе. Так. Мы тоже через 30 секунд мы начинаем. Первое упражнение, которое мы будем делать, это дара. Вот, мы ставим на отжиманиях и делаем вот так. Хоп-хоп. Задача, мы не вот так вот делаем данное упражнение и не вот так вот пробуем. Вот у нас обычная стойка. Опять же, мы делаем ноги по вот такой траектории, делаем свою дарницу как можно и ниже. Поехали. Опять же, у кого пол холода, вы можете надеть на сучки. Так, следующее упражнение у нас ножницы. Накончили. Следующее упражнение мы уже делали. Ноги у нас прямые, и мы поднимаем ноги за счет мышц пресса. Опять же, мы поднимаем него здесь вот как-то так, а мы поднимаем перпетикулярно вверх. 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 Чувствуем наш пресс. Следую упражнение мы поднимаем те же самые ноги, только согнутые. Опять же, если вам легко и долганное упражнение, вы можете поднять голову. В каждом упражнении медленный велосипед. Мы делаем велосипед медленнее. Прямо не делаем вот так вот. У меня руки вот здесь. Питаем всю эту коленку, подтянуть как можно ближе, без помощи рук, а ту как можно ниже выпрямить. Следующее упражнение. Помните, мы делали стадьку, да? А сейчас мы еще болтаем руками. Это упражнение называется майка. Напишите в комментариях, если вы смотрели запись, почему это упражнение называется майка. Закончили. Следующее упражнение. Простые прессы. Простые. Простой пресс. Вот. И мы делаем пресс. Отдыхаем между трудным упражнением. Сделаем легкое упражнение. Легко делать данное упражнение, вы можете делать его вот так. Это уже совсем другое упражнение. Следующее упражнение, у нас накосы и мышцы. Заметьте, на расположении моих ног и рук. И делаем мы вот так. Это первый левел. Либо вот так. Со второго левел. Либо вот так. Это уже последний левел сложности. Опять же, заметьте, это рука прямая, это рука за головой, это левитирует согнуто, а это у нас тоже почти прямая. И также мы выполняем упражнение зеркально, только на другую сторону. Закончили. Итак, следующее упражнение, мы пересерываем кружок, мы это уже делали. Положимся. И делаем наш кружок. Или же, если вам легко делать кружок, вы можете сделать обалечек. Опять же, круглый должен быть как можно ниже, возможно, как можно меньше. Теперь мы выполняем кружок. Продолжение следует... Закончили. Следующее упражнение у нас медленный велосипед. Мы уже делаем вот так со скручиванием. И так далее. Нога у нас как можно ниже, а эта нога как можно ближе к голове. Следующее упражнение – быстрый велосипед. То самое, только быстро. Продолжение следует... Продолжение следует... Следующее упражнение. Поднимаем ноги вверх, руки делаем вот так. И с плечами вот так вот поднимаем свои руки. Ноги желательно, чтобы были прямые, но у меня опять же растяжка. Следующее упражнение мы можем делать тут прямой и тут прямой ухо. Мы руками тянемся до пяток. Задача – мы не просто плечами трюкаем и не хватаемся руками за ноги. Можно делать кулак вверх. У вас такой рефлекс! Голова у нас познята, не опущена. Закончили. Следующее упражнение – скручивание. Мы выполняем недоделанный пресс. Немного поднимаемся и еще скручиваемся. Опять же, если вам трудно делать некоторые упражнения, если вы просто не можете выполнять упражнения правильно, как я говорю, то отдохните несколько секунд и продолжите тренироваться вместе с нами. Итак, нам нужно вот такие вот. И закончили. Опять же, потерпите немножко, осталось немного. Так, следующее – просто удерживаем свои ноги. Опять же, ноги удерживаем как можно ниже, а туловище при этом приподняты. Закончили, ребята. Итак, основная тренировка сейчас закончилась, чем я вас поздравляю. Помните водички и обязательно после такой бурной тренировки, особенно новичкам, надо помыться, сполоснуться. Если вы все еще не устанете после тренировки, вы можете побегать. Итак, сейчас у нас я вам расскажу, какие упражнения хотелось бы выполнять самостоятельно. Думаю, если вы хотите прокачивать пресс. Запишите эти где-нибудь упражнения, пока отдыхаете, вы рисуете. Опять же, выполняем упражнения по 15-20 раз. По два-три подхода. Опять же, если это статика какая-нибудь, то по 30 секунд. Так, первое упражнение. Просто легкий. А, джим. Тьфу ты. Я все время говорю, джиман. Пресс. Вот так вот. Вот так вот. Опять же, упражнение вполне себе легкое. Второе упражнение – это скручивание. Так же делаем, только мы скручиваем. Опять же, если вам легко делать данное упражнение, вы можете делать либо вот такие упражнения, либо вот такие упражнения. Опять же, в отличие от более легкой версии, вы поднимаетесь более ниже. Так, следующее. Пресс. Нижний пресс. Вот. У нас ножки под попой или же в усложненной версии, не ноги, а руки под попой, а в более усложненной версии руки просто лежат. И вы поднимаете и опускаете прямые ноги за счет мышц пресса. На четвертое упражнение, когда у вас руки либо под ягодицы, либо в усложненной версии просто лежат. Супер и вы поднимаете свои ноги вверх. Вверх, вертикально. Не вот тут где-то поднимаетесь, а вот здесь, вот здесь. Итак, начнем с самых эффективных упражнений. Первое самое эффективное упражнение было, это когда мы делали статку. Вот так вот. То есть я ничего там не делаю, не болтаюсь. Опять же, если вы хотите именно что-то по разам делать, вы можете наматывать круги. Так, ну что же, сейчас мы делаем последнее упражнение. Последнее упражнение можно потерпеть, по-моему. И опять же, задача ваша. Это последнее упражнение. Последний раз. Делать как можно дольше и как можно качественнее. А еще лучше куда-нибудь зафиксировать, сколько вы сделали времени данного упражнения. Вот я тоже это сделаю. Буду выполнять данное упражнение. Возможно, секунду 45, минуту. Опять же, это упражнение я только что сказал. Объясняю. Руки мы ставим на локоть. Тут и тут. Суловище у нас приподнято. И ноги тоже. Вот так. Наша задача опускать ноги как можно ниже, так пресс будет более сильным. Да, это-м. Продолжение следует... Продолжение следует... Минута закончилась. Так, ну что, может быть, мне кто-нибудь скажет, сколько он сделал данное упражнение. Если бы, конечно, его уже закончили делать. Опять, если вы смотрите запись, вы можете написать это в комментариях. Это очень важно, чтобы вы следили за вашим прогрессом. Все стесняются. А то сейчас мы можем приступить к завершающей части нашей тренировки под названием «Заминка». Заминка, для чего же она нам узнает? Может быть, кто-нибудь нам скажет? Одна минута – это хороший результат для первого раза. Так, если вы думаете, я вам отвечу. Сейчас наше сердце бьется в части прежнего. И чтобы опустить его до уровня, который был до тренировки, чтобы вы успокоились и начали заниматься какими-нибудь делами на мозг, еще чего-нибудь. То есть, для этого нам надо сделать замену. Сейчас я ненадолго отдалюсь, чтобы переместить камеру, чтобы вы меня видели. Так, прежде всего мы не растягиваемся, растягиваем мы немножечко. То есть, наша задача не растянуться полностью, потому что при длительной растягке сведения тоже становится больше. Буквально несколько секунд, чтобы замечать, как я делала дальнее упражнение. Вот там у меня сзади прямой рукой. Я стою ровно и проворачиваю мое туловище вон в ту сторону. Опять же, рука у меня полностью прижата к стене. Так, следующее упражнение. Я даю на курточку, чтобы вам было лучше видно. Я отвожу руку. Вот так вот. Уговорочку. И моя задача, вот этот локоть, переместить в противоположную сторону. Вон туда. Это мне помогает рука. Должны растягиваться вот эти мышцы и оттягиваться. Так же мы делаем и с другой рукой. Вы знаете, в чем измеряю время в выполнении упражнений йоги? Это очень интересно. Сейчас мы расстегиваем ноги. Смотрите, это задача, пока вы думаете. Нога стоит у меня на пятке. Эта нога стоит для мозги. Моя задача, кем просто вот так сидит. Моя задача, вот эту коленочку, рукой ей помочь. Отодвинуться вон в ту сторону. Должны растягиваться вот эти мышцы. И вот эти. Опять же, вы для начала можете быть как буратино. Тут сидите, и у вас может быть кто-то там напрягаться. Но опять же, надо терпеть и отводить коленочку каждую рацию дальше и дальше. Так же мы делаем и с другой ногой. Опять же, если вы понимаете, что эта нога, эта сторона более растянута, чем другая, то растягиваете ту сторону, которую не застает. Так, в каком времени измеряют упражнения йоги? Они измеряют их во вдохах. То есть, когда вы нормально дышите вдох-выдох, это одно дыхание. То есть, выполняется тачка какая-нибудь там, пять вдохов. То есть, это означает, что вы пять раз вдохнули и выдохнули, вдохнули и выдохнули. Не просто там быстро-быстро-быстро, а в нормальном темпе. И для этого особо не нужен никакой калькулятор. Итак, последнее упражнение. Если у вас как-то нормальный приплеск ягодицы, то можете теперь вот так вот, как обычно делают на лавочке, и говорить всем, что вы растягиваете. Только не говори, что я вам это сказала, иначе могут быть у меня проблемы. Ну что, Тренировка закончена. Тренировка Султил Тренировка ,